В Чебоксарах стартовал весенний экологический месячник. В выходные общегородской субботник охватил Красную площадь, мемориальный комплекс Победа, скверы Константина Иванова, на площади Республики и у здания МВД. Что еще предстоит сделать, обсудили на еженедельной городской планерке в мэрии. Экологический месячник начался с осмотра техники. Уборочные машины, тракторы, грейдеры, погрузочные, поливальные машины. Все они стоят на страже городской чистоты. Но главная роль в уборке территории, конечно, принадлежит неравнодушным жителям. Около 12 тысяч человек приняли участие на общегородском первом субботнике, экологическом субботнике. До этого проходили санитарные дни, и в течение недели порядка 21 тысяч человек принимало участие. Более 800 кубических метров мусора было вывезено, и дежурные машины были выведены в воскресный день. В целом считаю, что работа была проведена неплохо, но это только начало. У нас впереди еще очень большой объем работы, который нужно провести в течение апреля месяца, и до 1 мая практически весь город. Сегодня, до 1 мая полностью вычистить город. Помимо городских территорий, парков, скверов и дворов благоустраивают памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. Обновляют надписи, красят памятники, и ограждения расчищают газоны. Совместно с представителями районных администрации города Чебоксара и МБУ управления ЖКХ благоустройства была проведена ревизия памятников, установленных на территории города. На основании данной ревизии, выявленных замечаний подрядной организации, поручено организовать работы по косметическому ремонту памятников и наведению должного порядка прилегающей территории. На текущем содержании МБУ управления ЖКХ благоустройства находятся 12 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. На планерке обсудили и вынужденную эвакуацию из городских объектов в прошлую пятницу. 12 апреля на электронные адреса 17 организации учреждений Чебоксар поступила информация о заложенных взрывчатых веществах. Людей эвакуировали из четырех административных зданий из больницы торговых центров. На местах работали специальные службы. Взрывчатые вещества и подозрительные предметы не нашли. Информация была ложной. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Павел Редков, Республика.